всем привет как у вас дела вы после обучения то есть у вас сегодня были пары вы сильно устали в общем это хорошо потому что сейчас попытайтесь забыть обо всем что было вот погромче мне говорить суждено постараюсь дело в том что мы собственно говоря компания лап медиа которая занимается тем что создает для образования для обучения ну создает это громко сказано используют технологии для того чтобы скучные лекции как например сейчас я думаю что это в том числе лекция все что лекция она обычно скучная превратить в более живой процесс более эффективный процесс так чтобы у обучающихся была возможность вовлечься в образование в процесс обучения но и соответственно эффективность от этого обучения была выше на самом деле таких технологий много поэтому основное ключевая наша с наташей функция сегодня показать различные примеры сразу оговорюсь не все то что я буду показывать мы разрабатываем у себя в компании буду оговариваться что вот это мы не делаем но хотим либо не делаем и не хотим вот я буквально себе тоже извини тебе слайд не вставил вот себе в двух словах расскажу я занимаюсь собственно в индустрии разработки электронных курсов уже больше десятка лет точнее уже 13 лет и работаю в компании примерно столько же и соответственно у меня есть опыт и разработки и придумывание как это должно быть и есть опыт различных технологий в том числе использование различных технологий в том числе те которые уже устарели да есть и такие потому что ключевая наверное фишка айти в обучении в том что как вы думаете что впереди методологии или айти ну кто считает что айти скажем так более передовая наука чем образование скромно вы потому что боитесь чего-то либо действительно так считаете окей ну два-три человека а кто считает что образование впереди планеты всей и метода технологии в данном случае отстают остальные что воздержались и что ну хорошо образование согласен это скорее процесс обучение обучение подойдет я вам раскрою секрет на самом деле образование обучение безбожно отстало от технологии все то что мы используем там в интертейменте используем в в рекламе в маркетинге она гораздо но не мы используем а весь мир использует она гораздо переп переперешло все границы использования эти инструментов обучение к сожалению в этом отстает и в том числе потому что не хватает таких людей которые бы смогли технологии применять эффектно эффективно и так чтобы еще на это денег хватало вот буквально пару слов о нашей компании чтобы вы понимали примерно представляли чем мы занимаемся я не буду об этом долго рассказываешь у меня на это обычно много времени уходит у нас по сути это два направления автоматизация чар-процессов кто не знает что такое чар-процессы тогда придется объяснить и чар-процесс это чар-то human resources да то есть это работа с персоналом то есть вот есть большая маленькая средняя компания в ней ключевую функцию выполняют не пока что не машины да а люди соответственно чем больше компания тем больше необходимость работать с этими людьми на каких этапах какой жизненный цикл сотрудников компании шина и первое это подбор сотрудника до откуда вы все это знать адаптация развитие обучение после того как мы приняли сотрудника обучили на должность да он у нас уже работает нам нужно его что делать оценивать нам нужно его развивать нам нужно создавать для этих сотрудников индивидуальные планы развития и так далее так далее так далее на самом деле этих и чар-процессов много больше не будем сейчас об этом но смысл в том что это работа с персоналом и чаром а автоматизация это создание определенных технологий чтобы чаром то есть сотрудникам которые являются собственно говоря инициаторами работы с персоналом было удобнее работаешь писать и компания там из десяти тысяч и сотни тысяч сотрудников без автоматизации ну это как бы не нереально уже в современном мире все процессы должны быть автоматизированы в том числе и и чар-процессы это первое направление второе направление то чем мы занимаемся это разработка обучающего контента в большей степени мы сегодня об этом поговорим потому что контекст нашего сегодняшнего но я не хочу от лекции называть давайте собрание встречи встречи как депутат практически на встрече вот встречи связаны с тем а какие же бывают технологии в обучении то есть каким образом можно обычный контент вот вы приходите на лекцию вам рассказывают там с какой стороны солнце встает да как эту информацию раз информацию и два навык привить через ну по сути через технику да это компьютер планшет мобильный телефон новые какие-то гаджеты серии там очки дополненной реальности и в общем как эти инструменты программные и аппаратные применять в реальном обучении но это немножко секунда славы да дело в том что мы не сами все придумываем к счастью или к сожалению потому что нам бы ну на это не хватило ресурсов все хотят кушать но и мы в том числе поэтому все проекты которые мы делаем они по сути рождаются из реальных задач от клиентов то есть редко к сожалению редко случается если мы приходим со своим продуктом и говорим купите вдруг вам поможет да чаще всего все-таки наоборот когда есть боль конкретная боль у заказчика там не знаю вот из последних проектов это x5 ритейл групп где там пятерочка перекресток у них есть проблема с адаптацией то есть ротация от сотрудников сильно большая то есть это и продавцы и кладовщики и кто там еще есть кассиры вот и за счет этого много теряется времени ну и соответственно ресурсов как человеческих так и денежных на то чтобы этих сотрудников заново обучать рассказывать что же такое x5 и с какой стороны там палеты нужно ставить что нужно сделать чтобы они на тебя не упали ну то есть такие базовые вроде бы вещи но очень важно при адаптации они с нашей стороны на данный момент времени автоматизируются ну и собственно говоря создается под это дело обучающий контент в электронном формате давайте начнем будем из разных сфер очень так хаотично брать различные примеры первый пример это здесь скриншот совсем плохо видно ну и бог с ним ладно адаптивное обучение то есть смотрите когда вы учитесь очно на самом деле это адаптивное обучение есть что такое адаптивное обучение может ответить ну или предположить да совершенно верно то есть это система неважно это автоматизированная система или преподаватель да это возможность индивидуальности в обучении то есть это на самом деле наверно самый первый фактор эффективности когда вот я не для вас когда я для вас всех не одну и ту же информацию даю а разную к сожалению преподавателю работая вот в лекционном зале и даже с небольшой группе сложно это сделать ему сложно как бы подстроиться под всех единовременно да если это репетитор если это там индивидуальный преподаватель что то же самое то это возможно то есть все там представляют английский язык репетитор да он сначала твой уровень снимает подстраивается под твои там интересы и увлечения и вот как-то выстраивает программу хороший качественный репетитор понятно что есть шарлатаны которые гонят одно и то же для любой аудитории так вот дело в том что в системно это тоже возможно и самое клевое и наверное перспективное с точки зрения технологии методики это то что сделать это можно на широкую массу людей то есть создавая систему адаптивного обучения мы имеем возможность словно компания из 100 тысяч сотрудников до загнать в эту систему и система будет сама подстраиваться под их уровень их это сотрудников обучающихся ну и соответственно выстраивать траекторию обучения соответствующим образом понимаете да но ведь все же понимают что уровень у всех разный да вот вы даже пришли с первого курса кто-то там золотые медали получал в олимпиадах участвовал кого-то кому-то какие-то предметы давались чуть сложнее да это раз два есть просто разные типы людей я например ту году то есть я очень долго воспринимаю перерабатываю информацию чтобы что-то родить в мозгу вот есть люди которые вот так вот схватывают есть это очень удобная вещь но и на самом деле чем это еще хорошо и чем адаптивное обучение несет преимущество это тем что вы по сути дела даете закрываете те дыры или там тот ту информацию дайте которая нужна в данный момент времени сотруднику или пользователю бы правильно сказать обучающимися если говорить что может быть под капотом но это совершенно простой пример это некоторая рекомендательная система все слышали до наука работе с данными или наука о данных вот это примерно в базовом варианте на ну самое простое представьте себе любой поисковик в интернете youtube там яндекс google это все поисковики которые учитывая ваши интересы учитывая ваши запросы до вашего клики по контекстной рекламе или там поисковые запросы они соответственно выстраивают под вас контент которые на этом поисковике находятся они контекстно выплевывают вам рекламу которую вы можете соответственно на которую вы можете купиться но и все будут все будут счастливы то же самое и в обучающие рекомендательной системе ну самый простой пример представьте там сотрудники одной и той же должности интересуются там чаще всего там таким-то контентом или допустим тесты они проходят хуже по таким-то темам то же самое кстати к студентам относятся не обязательно это сотрудники компании так все сотрудники сотрудники просто опыт больше в этом хотя и в академическом секторе тоже есть то же самое и допустим в академическом секторе когда вы учитесь и ну повторюсь под например какую-то конкретную специальность да у вас накопленная история по обучению может такому же типу человека такому же типу обучающегося порекомендовать определенный контент понимаете да что какие данные мы можем при этом учитывать чтобы выстроить такую рекомендательную систему давайте немножечко подумайте чуть-чуть пока я попью водить ну как на основе каких данных я вот вам привел при привел пример поисковика то есть он знает сколько вам лет скорее всего он знает какие вы обычно запросы делает делайте он что он еще знает поисковик местоположение местоположение кстати да что может знать рекомендательная обучающая система ну а какие понятно что статистически оценки да оценки по заданиям по тестированию что время время на там контент допустим он курс проходит медленно или быстро или он чаще всего выбирает там но если это какое-то факультативное обучение а такие-то дисциплины или другие ну то есть сейчас мы не придумаем да эти данные они в принципе на поверхности обычно лежат однако допустим если кто-то из вас заинтересуется этой темой создание адаптивного обучения то есть ваша первая задача будет а что же можем мы какую зацепку сделать за пользователя или за обучающегося там интересы вот все то что перечислили окей следующий формат курсов который наверняка вам знаком это так называемые муксы поднимите руки кто никогда не проходил муксы окей давайте по-другому кто-нибудь когда-нибудь проходил курс в на таком ресурсе как степи корк курсера эдекс это все есть муксы супер значит вы просто с терминологией надо было разобраться то есть это все открытые почему муксы да это открытые мультимедийные курсы но они как правило условно открыты да там есть уловки что например вы можете проходить курс но не получите сертификат если не заплатите денег за это ну и бог с ним с этим сертификатом да то есть можно пройти есть уловка из серии вам курс открыт только там на месяц а вы не успели вам нужно доплатить или вы не можете предположим проходить какой-нибудь курс по программированию и не можете отправлять на оценку задания которые даются в курсе то есть вы можете только его просматривать вот это все на самом деле сейчас является действительно трендом под капотом этих курсов ну вы знаете вы проходили в основном это видео какое-то задание да выполнение этого задания тест тестовые вопросы или просто вопрос то есть такое классическое пошаговое обучение но на самом деле уже здесь можно сказать что курс контент курса подстраивается под вашу динамику то есть вы можете его проходить в любом темпе в любом режиме со своими дедлайнами что в принципе является некоторой адаптивной средой есть курсы которые представляют у себя по сути дела некий обучающий контент который ну в привычном для нас виде сейчас я запущу все посещают веб страницы все как бы привыкли читать контент снизу вверх вот плюс добавьте сюда еще некоторые некоторые интерактив добавьте сюда передачу данных о вашем обучении то есть проходя этот электронный курс такого формата сейчас я какую-нибудь открою ну вот например навыки публичных выступлений я сейчас нахожусь в некоторой это наша тестовая среда в некоторой среде обучения системе дистанционного обучения в которую данный электронный курс загружен он представляет из себя привычную для вас веб страничку на которой есть текстовая информация на которой есть значит это видео вставки анимационные вставки и данный электронный курс в данном конкретном случае это курс по навыкам публичных выступлений он вам рассказывает то есть есть некий персонаж он дает некоторые ключевые вещи и он соответственно так я что-то с конца видимо начал дает целеполагание и дальше уже идет некоторое последовательное изложение информации оно представлено там в интерактивном виде можно полистать посмотреть вот и самое главное что в него встраивается интерактив да то есть есть возможность выполнить какое-то задание прямо на этой страничке то есть вот сейчас если долистаем до такого это первая особенность да отличие от обычной веб странички с каким-то контентом ну и второе это то что вы проходя этот контент ну не вы а система да отправляет данные о прохождении этого контента в систему инвестиционного обучения то есть те люди которые вам назначили это обучение они соответственно это могут контролировать да и если вы допустим проходите плохо там не вовремя они могут рекомендовать вам там ускориться или любые другие дополнительные вещи которые значит в программе обучения приняты окей следующий следующий пример это тренажеры в электронном формате которые призваны развивать определенный навык как вы думаете насколько реально развить навык предположим в данном случае тренажер на экране по управлению изменениями я сейчас покажу как он в реальности видит то есть возможно ли такое что поиграв или там позанимавшись за компьютером вы научитесь или приобретете навык придя допустим в какую-то крупную компанию на должность управленца по изменениям сможете эти изменения внедрять как вы считаете нет вот несмотря на то что я в этом участвую в разработке такого рода продуктов я тоже считаю что нет потому что этого недостаточно для того чтобы ну в действительности внедрять ну какие-то серьезные ну потому что управление изменения это серьезный процесс внедрять какие-то проекты по изменениям ну в данном конкретном случае или например все представляют футбольный менеджер например то есть поиграв в футбольный менеджер вряд ли вы пойдете купите там команду да или там вам дадут команду и скажите управляйте понятно да? но это очень правильный очень легкий скажем так быстрый способ донести не в теоретическом формате да? а вот в таком практическом формате донести до обучающегося суть то есть в чем он должен развиваться или на какие аспекты он должен обращать внимание когда он будет собственно работать на этой должности да? ну коротко покажу то есть есть вот в таком формате тренажер основная фишка его в том что у вас есть определенные этапы есть определенный набор сотрудников есть определенный набор действий которые можете совершать то есть сотрудники у них есть иерархия есть президент есть руководитель отдела инноваций, маркетинга, IT и так далее есть список мероприятий причем мероприятия могут быть индивидуальные могут быть групповые то есть ваша задача находясь на различных этапах выбирать в планировщике соответствующие мероприятия в данном случае это мероприятие статья в корпоративной прессе я случайно выбрал которая продлится два дня и внизу у вас есть некая шкала временная то есть каждое мероприятие проведя каждое мероприятие эта шкала двигается по результатам мероприятия вы увидите обратную связь обратная связь от одного сотрудника второго, третьего и самое главное что вы сможете отслеживать какая задача в управлении изменениями кто не знает ну вот если по простому там много задач самое понятное это внедрить эти изменения какие-то в компанию допустим там не знаю реструктуризация или допустим смена программного обеспечения то есть все то что вызывает в компании большие сложные перемены которые которым не готовы сотрудники очень просто вот на этом графике понять смысл управления изменениями нужно чтобы ваши сотрудники в вас поверили или поверили в эти изменения и все от в данном случае красной зоны переместились в зеленую зону то есть стали вашими активными сторонниками ну и соответственно в такой безопасной среде практически в игрушке начинаете эти изменения проводить вы можете ошибаться сотрудники в данном тренажере могут увольняться например вы можете провалить все к чертовой матери вас там уволят это возможно однако вы это сделаете в игре и у вас будет шанс переиграть в действительности в жизни такого ну вряд ли случится вас уволят и все теперь вопрос да есть там еще разные тренажеры примеры тренажеров это управление какой-то сферой либо управление каким-то предприятием это тоже достаточно востребовано в организациях например как управлять банком да некий тренажер симулятор для управленцев чтобы они в общем какие-то аспекты управления подтянули у себя как вы считаете вот с точки зрения навыка ведь мы говорим что мы развиваем навыки даем знания любое обучение вследствие это навыки знания умения да или зум знания умения навыки самое сложное это навыки какую дисциплину или какое направление можно успешным образом дать через компьютер через там мобильный телефон через технику с точки зрения навыка как ну вот стопроцентный эффект будет от этого программирование а программирование это что это что то что вы делаете на компьютере соответственно любой навык который вам пригодится при работе с компьютером вы можете дать через компьютер потому что если вы хотите чтобы ваш не ваш там сотрудник слесарь или там ремонтник умел правильным образом собрать я не знаю подкачку для топливного насоса вам недостаточно будет показать это на компьютере потому что ему руками нужно что то делать вы его отправите либо на производство либо дадите ему какой то тестовый экземпляр чтобы он попробовал поремонтировать его правильно поэтому ну надо это усвоить и принять да то что навык приобретается через ту среду в которой этот навык будет использоваться с тем же английским языком то ни один тренажер ни одно электронное обучение не научат вас английскому языку это тоже факт да то есть английскому языку или там любому другому языку вы по большому счету овладеете им только навыком да общения на английском языке только на практике то есть общаясь там с носителями или с другими людьми которые знают этот язык окей хорошо я наверное сейчас не буду сильно останавливаться на всех примерах расскажу про некоторые игровые механики в процессе обучения вообще как называется это game-based обучение с одной стороны это такой уже не хайп давно не хайп и даже не тренд однако с учетом того что подрастающее поколение как-то звучит не очень подрастающее поколение то есть ну в общем многие из вас давайте так кто в игры играет ну как минимум процентов 70 да это значит что это лазейка через которую можно добраться до вашего до вашей мотивации что самое сложное в обучении и необъяснимое и неконтролируемое это мотивация то есть невозможно заставить человека учиться пока вы сами не придете к этому эффекта будет ноль иначе вы будете учиться там конкретно студенты большинство я надеюсь что это не так но в моем время это было так что большинство училось для того чтобы диплом получить к сожалению вот а не для того чтобы я педагогический вуз закончил из наших собственно из моих сокурсников работает учителями единицы вот а их было сотни это говорит о том что они не особо как бы правильно выбрали что ли профессию так вот использование той среды которая знакома и которая интересна обучающемуся это очень неплохой ход чтобы развитием мотивацию к обучению этого недостаточно то есть я не говорю о том что создав там кучу игровых курсов вы соответственно решите вопрос мотивации нет не решите потому что вот в этом айсберге мотивации представьте что мотивация она состоит там представляет себя айсберг так вот то о чем я буду сейчас говорить о методиках и технологиях связанных с побуждением человека обучаться это вот вершинка айсберга все остальное это внутренняя мотивация и а внутренняя на внутреннюю мотивацию очень сложно как-то повлиять это к сожалению это факт но у нас есть верхушка которую мы можем как бы задействовать вот и как в любых игровых механиках в любых играх есть ну определенное направление что ли чем мы можем зацепить например соревновательная механика сейчас я чуть попозже покажу вам игру которую мы разработали может быть даже сейчас можно будет поиграть в процессе это возможность соревноваться да то есть я не один на один с обучением а я с кем-то соревнуюсь то есть я могу опередить там наташу например в знаниях в айти да а наташа меня явно опередит в знаниях эйчар вот но я понимаю что мне бы хотелось подтянуться до уровня наташи и поэтому я там периодически с ней воюю по этому поводу да вот это возможность помимо соревнования это ограничивать время потому что даже вот я приводил пример муксы курсера эдекс степик и так далее дедлайны в курсах кого-то мотивирует да отсутствие дедлайнов кого-то расслабляет то есть вы таки а ну ладно завтра пройду там не осталась одна лекция а ну ладно через неделю сегодня лучше там чем-нибудь другим займусь когда у вас есть дедлайн то больше как бы шансов что то вы все таки пойдете ну вы понимаете о чем я да студенты сессия там вот это все экзамены это все дедлайны вот понятно что мы будем учить вот буквально перед дедлайном там предмет да но все равно будем учить потому что если бы не было если бы вам сказали знаете ребят а давайте-ка сессия когда хотите тогда и приходите сдавайте чтобы было да вот на самом деле есть еще один мотиватор я про него ничего говорить не буду но вы должны об этом точно знать это потраченные деньги вот это очень хороший мотиватор если вы выложили там за курс обучения деньги причем не родительские а свои вот то это очень мотивирует помимо ограничения времени ну это уже больше наверное про корпоративный сектор это виртуальный магазин что есть виртуальный магазин в тех системах которых мы разрабатываем то есть представьте что вы играете проходите курсы ну играете в смысле не просто играете а там чему-то обучаетесь в игре вы можете зарабатывать баллы мы для холм кредит банка сделали огромнейшую систему даже не систему игру такую в которой выполняя не только обучающего характера действия даже не столько человек может зарабатывать драконьее стекло вот и потом троните это драконьее стекло например покупая себе толстовку с логотипом холм кредит банк или например выигрывая путевку в прагу или автомобиль шкода октавия то есть это очень серьезный мотиватор да то есть приз всегда всегда мотивируем да может быть не всех но всегда помимо виртуального магазина есть еще вознаграждение нематериальное я думаю что те кто играет в игры понимают о чем я когда у вас есть определенные артефакты у вас есть определенные бейджи то есть звание уровне это все по сути нематериальная мотивация это то что вы получаете в процессе прохождения вот у меня там новый статус да или у меня новая ачивка какая-то это отлично мотивирует ну и естественно что вкупе с соревновательной механикой это рейтинги помимо денег людьми движет слава это мы в обучении тоже всегда помним что если вы номер один в рейтинге то вы не хотите потерять статус царя горы будете что-то для этого делать ну и в обратном направлении тоже работает и такой сбоку припеку такая механика которая вроде как немножко по классификации отличается да не немножко сильно отличается это кроссплатформенность на самом деле почему я сюда вставил потому что я вот вам уже говорил про знакомую среду да это игры например да так вот знакомая среда сейчас для большинства это что ну айти инструменты как назвать гаджет что то что вы используете постоянно надо мобильный телефон у кого есть кнопочный мобильный телефон ну как бы это ответ на вопрос то есть это стопроцентный путь к тому как добраться до вас да это смартфон вы можете установить приложение вы можете там скачать что-то можете посмотреть видео можете пройти курс можете пройти тест там едя например в транспорте да или скучая на лекции вот это хорошая игровая механика потому что и при проектировании вот если вы задумаетесь о ком-то проекте всегда задумывайтесь когда человек и где человек будет использовать ваше решение может быть это и десктоп на решение допустим обучить человека работать в не знаю давайте возьмем программное обеспечение там допустим обучить человека работать в в экселе да в через мобильное приложение вряд ли это сделать и это неудобно и это не как бы не среда где человек работает с экселем или с тем же программированием да несмотря на то что есть сейчас и на мобилках и на планшетах всякие разные курсики там игры в том числе которая позволяет человеку там как-то обучаться программе все равно твоя естественно среда как программиста это комп ну хорошо ноутбук этому возможно все равно это десктоп в котором ты можешь это делать в нескольких окнах и так далее так вот если у вас есть время и желание можете и смартфоны с считывателем qr-кода как одной из технологий вот такого игрового обучения очень легкого обучения обучение через ответы на вопросы вот примеру это box battle.ru это наше решение которое имеет две составляющие это публичные арены и соответственно закрытые корпоративные арены на публичных аренах у нас есть там английский язык есть айти грамотность безопасность вот и еще какие-то арены то есть это возможность просто вот вам зайти там авторизоваться через соцсети и поиграться но на самом деле под капотом это серьезная аналитика то есть вот мы говорили про экспертную систему да и то как люди играют в box battle для нас крайне ценная информация и вот клиент с которым мы работаем используя это приложение на на основании тех данных как люди играют они принимают решение ну вплоть до того там куда этого человека отправить на обучение предположим да допустим человек постоянно в каких-нибудь аренах проигрывает да но он хочет очень хочет там бьется со всеми но не получается вот это один эффект то есть работа с данными вот мы думали да какие же данные в обучении можно использовать так вот можно такие данные использовать вот и второй момент это собственно сам тренажер то есть его суть очень простая сейчас не буду углубляться в этом посмотрите это ответы на вопросы причем я например вызываю кого-нибудь из вас на бой и мы начинаем по очереди отвечать на вопросы когда ты это делаешь один раз ты можешь там ничего не запомнить второй раз третий раз на пятый раз там одни и те же вопросы когда появляется ты уже тебя уже здесь откладывается понятно что это кратко кратковременное запоминание но это опять таки способ да хотя бы начать запоминать что-то предположим английский язык очень классная штука соревновательная динамика такая box battle.ru либо вот qr-код можете посмотреть там я говорил о том что я буду показывать не только то что мы делаем то что делают наши коллеги по этому направлению например есть такая штука интерактивное видео штука интересная с точки зрения вообще подхода и я много говорю о том что есть каналы связи да с определенной целевой аудиторией так вот я предполагаю что из вас на все 90 процентов точно когда-то спрашивали youtube а как там сварить борщ или как снять сальник с заднего привода или еще что то то есть это тот формат который близок знаком есть и является естественным для вот нашего сегодняшнего мира ну давайте посмотрим как это в общем есть некая ситуация в которой актер разыгрывает в данном случае клиента магазина да и соответственно на кассе у нее есть возражения я как обучающийся по этому курсу должен по сути диалоговый тренажер да то есть должен выбирать по очереди ответы на вопросы давайте вместе что-нибудь сделаем что я тоже второй раз это вижу что вы скажете клиенту скажете спасибо что это работает сейчас все болеют эпидемия потому что второй кассир болеет к сожалению второй кассир сейчас на больничном мне очень жаль что так получилось извините что ответим да то есть мы хотим трешовой ситуации да окей я согласен с вами обратная связь что то мы делаем не так да можем передумать например давайте не будем передумывать и а нет здесь значит пока правильный ответ не выберем да давайте третий там где-то что-то слышится да там идет рекомендация как нужно сделать следующий выбор да к сожалению некого мне понятно ваше недовольство и бла-бла-бла мне понятно ваше недовольство скажите пожалуйста какую операцию вы хотели провести к сожалению этот вопрос не ко мне это ничего сделать не могу извините что убираем второе то есть мы по правильному сценарию пойдем ну как хотите давайте так да меня ограничивают во времени к сожалению поэтому поедем дальше то есть смысл понятен то есть это нарезка различных то есть на самом деле это сценарий у которого есть разные ветки да куда вы можете выйти по правильному сценарию пойти и по неправильному сценарию мы делаем нечто подобное но немножко в другом формате сейчас я не знаю смогу показать наверное смогу показать формате опять таки тренажеров но не видео тренажеров а рисованных скажем так даже с 3d так 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 вот есть то есть есть просто разные виды этих диалогов тренажеров они совсем против протестские когда у вас есть текст картинка допустим с персонажем и возможность выбрать правильно неправильные варианты вот этот пример это мобильное приложение то что мы разрабатывали и и под android и под ios ну то есть есть некоторые планеты есть соответственно персонажи на этих планетах мы можем попасть либо режим свободной игры когда мы просто попадаем какую-нибудь любую планету и на этой планете встречаемся с ну в данном случае вот дворфом мы пытаемся ему продать что там что там сейчас скажу шлем по моему шлем мы продавали вот и дальше появляется примерно такая же история как мы сейчас с видео видели да но здесь есть вот провязка игровая что мы должны предположим пройти некий сценарий мы попали в на эту планету или на эти планеты и мы должны освободить какого-то самого главного продавца и что подобное вот но здесь еще плюс какой что мы скажем так можем эмоциями управлять через 3d моделирование вот и мы можем этих эмоций нагенерить сколько угодно минус возможно такой что все таки с обратной реакции человека ничего не сравнится поэтому есть там и плюсы и минусы вот мы просто не занимаемся видео по крайней мере пока пока 13 лет не занимаемся ой сколько 13 20 20 да хотя нет у нас был опыт мы разрабатывали для я затыкаю видимо микрофон в общем делали видео головы то есть преподаватель рассказывал показывал там мы это все дело снимали монтировали и вставляли тоже в электронный учебник и в электронный курс сейчас периодически такие заказы тоже есть 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 из вас кто-нибудь кто играл в майнкрафт вот опять таки это отличная лазейка для того чтобы до вас добраться в хорошем смысле до вас и для тех кто в том числе играет в особенности для школьников у меня ребенок ему 11 лет он тоже играет в майнкрафт он играет в него очень много и не то чтобы я сильно рад этому вот но за счет того что для него эта среда достаточно привычная я могу через эту среду делать различные трюки связанные с обучением ну в частности есть такая у микрософта такое направление minecraft education edition это по сути дела надстройка над стандартной версией майнкрафта но в которую включаются и учителя и ученики то есть вы можете то есть строить различные фермы различные там сценарии по которым ваш ученик предположим если вы учитель сможет внутри передвигаться ну и исполнять различные фокусы трюки и так далее но в частности есть пример можете загуглить сейчас не буду на это время тратить есть отличный пример с химией когда смешав различные жидкости там газы получается какая-то штука там какой-то эффект да или там физический опыт какой-то можно посмотреть эта штука работает и второе это в майнкрафте ну я думаю что вы наверное слышали такой есть инструмент для тех кто учится программированию скретч то есть это выглядит примерно так же то есть у вас это визуальный визуальный редактор для создания неких алгоритмов по крайней мере классическому точнее не классическому а базовому программированию на нем можно научиться то есть вы в голове начинаете представлять что такое алгоритм что такое цикл что такое там условия что такое объекты да потому что по сути представьте себе среду где у вас есть некоторые там персонажики есть некоторые локации вот персонажики это объекты с которыми можно что-то делать в программировании есть такое понятие да объектно ориентированное программирование то есть в майнкрафте нечто подобное но вы работаете если скретчи вы можете создавать на самом деле даже игрушки и это так происходит если посмотреть на реальные проекты скретчи там есть крутые вещи вот в майнкрафте чуть проще вы по сути дела используя различные команды вы можете управлять вашим персонажем ну или персонажами вот майнкрафт проехали игры проехали пойдем чуть дальше то есть обучение не останавливается на том что это только электронный формат то есть электронный формат это когда нет преподавателя есть компьютер то есть вы один на один с техникой есть еще все-таки никто не отменял не отменят это собственно обучение с преподавателями скайп вебинары это все отличные инструменты находясь где-то в любом месте точки мира заниматься с преподавателем в любое удобное время для вас и для преподавателя я не буду останавливаться я думаю что вы представляете о чем представляете в вебинарах кто-нибудь участвовал вот отлично еще один пример технологии которая сейчас вот она так вот в обучении по крайней мере не может прорваться и выйти на какой-то мейнстрим но они очень много говорят и компании которых ну приличное количество ресурсов на того чтобы в это вкладываться пытаются это делать ну в частности я покажу сейчас пример с ржд которые разработали помните я говорил как каким навыкам можно научить или привить какие навыки человеку который работает вот вручную да допустим в данном случае это будет человек который будет стрелку переключать да или обслуживать технику железнодорожную вот это один из способов как перенести человека из допустим учебной аудитории где стоит локомотив там эти стрелки и прочее потому что это наверное не частая история либо из той среды где он в действительности этим будет работать в виртуальную среду это очки дополненные или смешанной реальности ну вот сейчас посмотрим пример такой снизу картинка человека в очках и специальными а это то что видит человек в очках ну да несовершенно да рука у них обрезана а то что то что там а емкости я не не все мне не в Работа на стрелке номер 7. Разрешите приступить к устранению отката. Разрешаю. Оформите телефонограмму. Работа на стрелке номер 7. Огрожение поездов предупреждает по громкоговорящей связи. Подреждаю. Мысль понятна, да? Сейчас не будем останавливаться, потому что время. Если у кого-то в этом интерес появился, на самом деле, ну, по договоренности, естественно, вы можете до нас добраться. Мы не так далеко находимся. У нас есть HoloLens. Это микрософтовские очки. Вот. Есть кто в программировании, кому программирование интересно. На самом деле, есть определенные SDK-шки, которые помогают писать софт для такого рода систем. Вот. Ну, в частности, есть там компания HoloGroup, которая этим занимается. И вот есть примеры. То есть, если здесь мы смотрели чисто VR, то есть, когда виртуальная реальность, у вас очки, они одеваются, и вы ничего, кроме них, не видите. На самом деле, это зачастую бывает проблем, потому что люди, ну, людей начинают тошнить. Через двестибулярный аппарат, да, у всех разный. А HoloLens – это немножко другая технология. Это очки смешанной реальности. Сейчас вот я пример тоже покажу. Когда вы видите все, что происходит снаружи, но у вас, как бы, есть еще картинка, ну, по сути, это голограмма некоторая, которая возникает. Вот. У нас эти очки есть. Технология там, стэк используется вполне понятный. Это C-Sharp. Вот. Есть SDK-хи, которые… с помощью которых это можно делать. Есть уже даже какой-то набор приложений, которые, в частности, для обучения. Ну, то есть, механика какая? У вас есть, собственно, очки и есть руки, да. Есть определенные жесты, на которые, значит, лазер, оптика реагирует, и вы взаимодействуете таким образом с голограммой, которая перед вами. То есть, это тоже не какая-то там футуристичная история. Это реально, я говорю, что вы можете прийти и пощупать это в реальности. Проблема одна. Как это использовать? И вот я надеюсь, что ваши мозги свеженькие, да, помогут применить новые технологии в образовании. Вот. Поэтому я, наверное, на этом буду завершать. Я в завершении скажу, что, естественно, что при… Если, когда мы говорим об электронном обучении, то есть совокупность всех этих технологий, всех этих методик, которые должны к чему-то сводиться, к единому, да. Невозможно, допустим, тут что-то похватал, тут сделал там, тут тренажер пошел, еще очки одел зачем-то. То есть, в любом случае, должна быть некоторая стандартизация всех этих методик и технологий, или, точнее, методик, которые используют эти технологии. Вот. Такая стандартизация есть, но, в частности, есть самый популярный стандарт в электронном обучении – это SCORM. Это очень простая… Ну, как? Она не простая, она из четырех томов спецификации, вот таких вот. Но смысл ее простой в том, что, подготавливая учебный контент, вы можете этот контент использовать в некоторых системах дистанционного обучения. И когда вы автономно делаете контент и складываете его в систему обучения, они как бы дружат друг с другом. То есть, основная суть в этом. Вот. Есть, но это технологии, точнее, это стандарты 2000-х годов, которые до сих пор используются. Придуманы, кстати, американцами. Сейчас в тренде и сейчас как бы это действительно то, чем нужно пользоваться, это стандарт, который называется CMI5, ну, или есть API, который называется Experience API. Смысл его в следующем. Любая технология – электронная книжка, игра, электронный курс, видеоконтент, что еще? Вот все, что я сейчас показывал, и много больше, тесты, они источники информации о вашем обучении. И когда человек, используя различные вот эти вот технологии, тренирует навыки, получает знания, этот стандарт позволяет аккумулировать все эти данные в единую систему. Ну, и возвращаясь к самому началу нашей сегодняшней встречи, да, это возможность на основании этих данных делать какие-то предположения, делать какие-то рекомендации для обучающегося, то есть подстраивать, обучать саму систему обучения. Хорошо, Наташа, тогда я тебе слово передаю. Ну, я, наверное, сначала Михаилу Владимировичу, у нас слово передаю. А, окей. Хотел тоже некоторым образом прокомментировать. Да, всем привет. Спасибо, это было очень интересно мне самому. Я, может быть, скажу пару слов про то, что я еще тоже слышал. Коллеги из ЛакМедиа, правда, прокомментируют. У меня, например, я слышал про такую историю, как обучение через популярную теперь платформу введение. Это что-то типа каких-то квестов. Да, то есть сейчас мы послушаем, но в принципе, грамм еще что-то может испускать. Тоже такие игровые истории, когда ты буквально в физическом мире можешь куда-то переходить или что-то делать, ну, и отправлять это через удобный теле интерфейс. То есть это вообще, на самом деле, все, что говорилось про гимнификацию. Несмотря на то, что это действительно уже для тех, кто занимается образованием и особенно цифровым, немножко забившие остальные вещи, тем не менее, от этого отказаться невозможно, да, потому что все понимают, правильно говорили, что это та лазейка, это фюре, который нащупывает доступ к нашей эмакуации. Вообще, если мы говорим про любое обучение, ведь на самом деле цифровые технологии обучения всего лишь один из способов. Вообще, великая задача стоит про то, как научить, что совершенно правильно было замечено, что учить, и никого невозможно. Да, то есть с историей, ну, сейчас можно учиться только сам, в этом вся сложность состоит от этой истории, поэтому вам можно передать знания, то есть вы можете что-то услышать, вас можно вовлечь в определенный процесс, чтобы вы приобрели определенный навык. Дальше можно похудеть человека, чтобы он начал что-то придумывать, чтобы он начал креативить. Следующий этап, или параллельная какая-то история, для того, чтобы что-то сделать, начинает кого-то привлекать, создавать команды, проекты и доводить результат до конца. Все, на самом деле, все это обучение, да, в каждой, в разных сферах, но везде вы при этом учите, делая это сами. Самая большая сложность этого действительно, это мотивация у вас запущена. И здесь, наверное, да, если мы говорим про тренды, а вы, я надеюсь, будете делать проекты, которые лежат в тренде интересной, как будет экспериментировать современно, то здесь можно искать какие-то направления в области, наверное, психологии. Может даже, я не знаю, целое направление называться наука памяти. Да, память еще, что как-то образуются знания наших душ. Уже как-то структурировано, и можно сказать, как мы научились. Там много-много разных направлений, и мне кажется, что если мы совсем хотим быть в трендах, то нужно брать из этих направлений какие-то идеи и их перекладывать, упаковывать в какие-то IT-технологии. Вот здесь, мне кажется, будет много вещей прорывных, потому что и психология, и микробиология, и там наука о мозге, они достаточно далеко ушли вперед. Способы передачи знаний, ну, по крайней мере, даже без IT-технологий, они достаточно, ну, это всегда примитивные. Тем не менее, сейчас много форматов происходит новых, но вот, о чем я не услышал, но это скорее такой всего лишь тот же вариант онлайн-курса, только теперь это называется микролюнинг, когда вам небольшое знание за короткий период. Это тоже все основано на психологии. Это не просто так придумали, чтобы больше денег заработать, это все-таки ориентировано на пользователя. Посмотрите, сейчас очень много всяких разных, они по-разному называются, микролюнинг-курс, нано-курс, то есть это в зависимости от платформ, не знаю, медиа занимается этим управлением или нет. Ну, по сути, микро, приставка микро, она относится к единице контента, который вы пытаетесь передать. Возможно, эта упаковка всего лишь одна из таких маркетингов, маркетингов, но то, что сейчас в тренде, то, что на любой площадке можете увидеть, это в том числе сочетание таких слов. Как-то не странно, не знаю, почему у нас этот клуб развивается, но это считается одним из серьезных трендов, это переход больше от видеоконтента в подкаст. То есть подкаст развивается сейчас очень активно на Западе, не знаю, может, российская больше склонна к визуальной части, и мы просто еще никуда не дожили. Хотя подкастов достаточно много, ну, по крайней мере, все вы, наверное, слушаете о любви, это тоже некая сформировавшаяся паттерн поведения, ну и, соответственно, то, что у людей сформируется туда и пытаются вот эти вот привычки, их использовать для того, чтобы еще раз как-то сформировать у вас навык и какие-то знания, что по-моему вас зацепить. Что очень важно еще, да, что вот уже я, как бы, говорю немножко от себя, то есть еще такой тренд, может быть, даже запрос. Все-таки онлайн обучение чаще всего это такая индивидуальная история. Да, она может быть адаптивная, там может быть цифровой слег, там бесконечный искусственный интеллект вас расшифрует, вам отдаст именно то, что вы хотите или не хотите, но нужно. И какой-нибудь дипфейк вам сделает, вы вообще будете верить, что с вами происходит, вот с вами там разговаривает какой-то другой, и от этого у вас больше эффекта присутствия. Но история обучения, еще раз уж мы живем в сообществе, это история именно, когда вы в этом сообществе должны присутствовать. То есть создание анти-технологий, которые мы собирали в сообщество, собирали бы целые экосистемы, поддерживали, понимали, как она собиралась. Вот здесь сейчас, несмотря на развитие соцсетей, тем не менее, да, вот этого недостаточно. То есть какие-то, наверное, соцсети, очень понимающие, как вот собрать, из людей, чем интересующихся, или те, которые могут добавлять в проект какие-то интересные компоненты, вот это тоже такое интересное направление, которое в тренде. Ну и понятно, что с учетом того, что человек теперь, как нам все говорят, будет учиться перманентно, то есть не даже не просто там всю жизнь, а буквально каждую минуту своей нормальной деятельности, то здесь тоже могут быть разные сервисы. Ну, условно, даже банальный рекомендательный сервис, который позволяет человеку воспринимать город как, ну, не знаю, условно, большой университет или большой какой-то образовательный контент, когда вы можете буквально, перемещаясь по городу, понимать, что здесь там, условно, идет лекция 20-30 ферсов, и вы туда можете попасть. Поэтому подумайте о том, что вы сейчас услышали, о том, что я сказал, ну, и включите воображение, можете вообще выключить какие-то, даже, как бы, выключить за рамки технологических учетов, и думать, как это вообще может быть. Так как учит нас не оберегать, не оберегать, а еще разнимать все ограничения, вы так же просто представляете, как это было бы неожиданно, получать знания, навыки, делать это интересно, но не только не только, не только, что можно через какое-то время держать на пленке. Большое спасибо. 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 Спасибо.